всех приветствую друзья на канале у себя сегодня получил вот такую посылочку вот посылочка это пришла от анатолия что хочу сказать связался на вконтакте вот и потом позвонила что хочу сказать то есть по поводу таких подписчиков как анатолий это просто я не знаю это величайшие люди это вот настолько они вот я не знаю даже как передать словами вот настолько у них сила общения развита вот то есть вдохновляют на съемку так далее веселые всегда позвонят пошутят то есть вот дай бог здоровья таким людям отлично вообще то есть сила общения именно вот такие там много таких подписчиков мне виктор андрей то есть всем этим людям чтобы 500 лет жили ребят ребят а те кого не знаю чтобы вы жили 600 лет вот поэтому получил я вот эту посылочку сегодня давайте посмотрим что он нам прислал как бы уже списались что пришлет я думаю по картинке догадались вот но что-то она которую мы товар обговаривали она что-то для этого товара слишком большая мы сейчас посмотрим что так разрежу вот так аккуратно так она лучше открою вот так разрежу потихоньку я не думаю что это что-то зацеплю вот так раскрою и положим так уже понятно видно что прислал анатолий так это что у нас такое это у нас как раз таки скорее всего материал который мы обговаривали обмотали так салфеточку отлично все запаковали прям просто да это как раз таки индикаторы которые мы сегодня будем перерабатывать если успеем на этом мы успеем вот такие вот индикаторы прислал анатолий и в 6 люминесцентные индикаторы так сейчас отложим посылочку сначала посмотрим до конца так фантик дальше что у нас дальше у нас идут конфеты анатолию большое спасибо я подозревал что титан пошлет так это что у нас такое так это у нас какая-то трава что за трава как разноцветная так сейчас а это чай отлично вообще чай классно конфетам чай прислал так это и здесь у нас еще конфеты две две пачки положил огромное спасибо обязательно попью с чаем чай такой запах классный какие-то листочки синие разноцветный какой-то сбор скорее всего чая вот так конфетки чай и здесь еще что то нет ничего нету все вот такая вот посылочка уберу фантики так чай отложим сюда ну и возьмем за основу товар который прислал анатолий это у нас газоразрядные индикаторы и в ой газоразрядный прошу прощения ошибка грубейшая люминесцентные индикаторы и в 6 серии и в 6 очень много слухов идет по поводу содержания золота золотых сеточек там то есть вот сеточка который идет на в индикаторе внутри то есть и вот именно она считается позолоченной либо серебряный то есть вот такой слух сам не расслышал вот что это но ни разу так и не проверял ножки обрезаны у всех до обрезал ножки у всех на самом деле ребят такие индикаторы лучше не ломать вот из них отличные часы получаются принципе любая индикация них получать классно будь то часы будь тот датчик температуры датчик воздуха или датчик скорости оборота то есть ну классная индикация у меня у самого этих индикаторов целая коробка лежит вот она тут присылают подписчики вот я как бы их покупаю разные классификации и дальнейшем планирую собирать разные как бы часы индикаторы то есть на разных платформах таких как arduino raspberry pi 3 и так далее вот ну это в дальнейшем если время как обычно у нас будет так давайте вернемся вот так еще поставлю и узнаем какую справочную информацию нам дает вернее ну да какую право информацию нам дает справочник вот так я поставлю и будем смотреть отблескивать вот так и так справочник и так что мы видим справочная информация поперечную и количество содержания драгоценных металлов изделия лампа электронная ИВ-6. Золото отсутствует, серебро нету, платина отсутствует и МПГ, металлы платиновой группы, также отсутствуют. Вот такую нам информацию дает справочник по данным индикаторам. Будем сегодня мы это проверять, либо подтверждать эту легенду, либо ее разрушать. Но если есть такие индикаторы, ребят, не ломайте, лучше соберите какой-нибудь интерьер или натюрмор из них. То есть, ну, классные вообще индикаторы. Вот, ну, Анатолий отличный человек, я сначала отказывался, знаете, у нас для каждого есть, да? То есть, кто-то видит микросхемы, когда позолоченные ломают, до сердца хватается, а я вот до сердца хватаюсь, когда вижу, когда индикаторы ломают. Вот, поэтому у каждого у нас есть свои слабости. Вот, так, ну, здесь у меня получается сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ровно десять штучек. Десять штучек исходного материала, люминесцентные индикаторы ИВ-6. Так, когда я сейчас перебазируюсь в наш гараж, лабораторию, офис, берлогу, конуру, сарай, вот, каждый по-разному называют. Из моих любимых подписчиков перебазируюсь туда, подготовлю наш материалчик, расставлю все нужные кислоты, ну, и тогда с вами продолжим. Встретимся в гараже. Встретимся в гараже. Итак, друзья, поготовал я наши индикаторы. Бил со слезами на глазах. Так не хотелось сломать их. Вот, то есть, когда в ступке размолол, очки обязательно надевайте, ребят, потому что летит. Сейчас я один достану, стекло. Посмотрим. Вроде как отблескивают сеточки, вот, если посмотреть, желтым цветом. Но я сомневаюсь, что это золото, вот, видите, да, то есть отблеск идет. Я сомневаюсь, я думаю, просто медь, вот так особенно хорошо видно, отблеск. Сейчас еще поближе. Видите, да, то есть вроде как бы желтое. Ну, узнаем, посмотрим. Вот, это стекло. Я хотел сначала со стеклом протравить, думаю, ну, мало ли, вдруг потери будут. Но я его проверил, тут ничего нету, кроме стекла. То есть, поэтому, ну, вместе со стеклом смысла нету. Тут никаких ни волосинок, ни сеточек не осталось. Вот. Так, здесь у меня концентрированная азотка, 57-процентная. Пойдем сначала через нее. Можно, в принципе, в царе было сразу растворить. Ну, я люблю, знаете, через азотку пройти сначала, то есть. Пускай все лишние металлы протравят наши, вот, ну, а потом пойдем через царя. Подливаем, смотрим. Ну, вот так вот, чтобы наш материальчик так покрылся. Сейчас все, весь этот металл растворится, и керамика опустится вниз. Вот так вот растворение потихонечку пошло. Ставлю на плиточку, на подогрев, ну, и пускай травится. Растворчик, видимо, сразу зеленеет. Что означает присутствие нителя, меди и так далее, всех других металлов. Пускай тогда протравится. Все наши индикаторы. Ну, я тогда уже включусь, как весь металл протравится. Вот тут видно, хорошо начинается отравление контактов. Тогда пускай травится. Как протравится, тогда включусь. Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, протравились наши индикаторы. Вон такие вот керамические подложки остались и колечки верхние. Вместе с волосками, то есть какой-то сплав в азотной кислоте не протравился. Вон, видно. Поэтому будем травить его через царя. Вот, подготовил я здесь царскую водку. А также вот фильтр. То, что он фильтровал азотную кислоту, сейчас мы ее проверим на серебро. Вот на фильтре что-то еще желтое, непонятное. Я рассматривал, рассматривал, то ли это лак, то ли что-то непонятно. Ну ладно, в любом случае пойдем через царя и посмотрим. Здесь у меня, я предварительно царя подготовил соотношение 1 к 4, 10 миллилитров азотки и 40 миллилитров солярки. Царь у меня всегда из самодельных кислот. Почему именно из самодельных? Предыдущие ролики посмотрите, я там говорю. Так, ну подливаем. Сейчас сюда подольем. Долью сразу все и пускай растворяется. Опять видим, помутнел наш. Хотя нет, не помутнел. Поставлю его на подогревчик. Вот. Ну, как все металлы растворятся, тогда я нашего царя профильтрую. Вот, ну и будем проверять его железным купоросом на золото, если там золото. Так, теперь здесь. Здесь у нас отфильтрованная азотка. То есть после отравления, сейчас мы проверим на серебро, содержит ли эти индикаторы серебро. Здесь я налил чуть-чуть соляночки для проверки. Подливаем, смотрим. Как видим, вообще никакой реакции на серебро. Соответственно, серебра в них нету. Вообще нисколько. Растворчик как остался прозрачненький. Как был, вернее, прозрачный, так и остался. То есть, ну давайте еще зальем остатки. Нет, нету. В данных индикаторах сеть ребра. Все, с серебром разобрались. Здесь вот идет травление. Интересно, как-то желтеет растворчик. Ну, во всяком случае, может желтеть из-за солянки. Еще колечки вот эти интересные. То есть, вон они растворяются. Как бы так показать. Сейчас подниму. Вот эти вот колечки, они потихоньку растворяются. Интересно. Так, ну ладно, пускай протрается. Растворится все. Ну и тогда уже включусь. Дальше с вами продолжим. Итак, друзья. Про фильтровалы нашего соля. Вот такой вот он чистенький, красивенький. Фильтровалы один раз. Использовал обыкновенные ватные диски. Вот. То есть, ну, ватных дисков достаточно, в принципе. Если нет у кого там профессиональных фильтров красная лента или синяя, ничего страшного. Ватные диски тоже отлично справляются. Так, ну давайте нейтрализуем азотную кислоту. Нейтрализовать буду, как обычно, водкой. Таким финским суррогатом. Налил я здесь сколько? Миллилитров 20, наверное. Подливаем потихоньку. Ну и будем гасить азотную кислоту. Ну, чуть-чуть подливаем. Миллилитров по 5. Вот там. Ну да, 5 миллилитров достаточно. Потому что реакция бывает бурная, бывает не сильно бурная. Зависит от того, сколько азотной кислоты там содержится. Как видим, реакция начинается, запускается. Ну, я бы не сказал, что она бурная прям. Ну, такая активная, но не бурная. То есть, пена не поднимается. Стакан литровый. Вот. Ну, тогда как всю азотную кислоту погашу, тогда уже включусь. Будем с вами осаждать золото. Итак, ребята, азотную кислоту я погасил. Все, отлично погасилось. Погасилось очень быстро. Минута, ну или 2, где-то так вот. И осталось у меня где-то миллилитров, наверное, сколько? 8, скорее всего. Где-то 8 миллилитров. Подливаем, смотрим. Не, вообще нисколько нет. Вся азотная кислота погасилась. Сейчас будем с вами осаждать золото. Осаждать золото буду железным купоросом. Компания Фаско. Отличный купорос. Очень мне нравится. Смотрим. Компания Фаско. Итак, друзья. Прокипетил я наш растворчик. Ничего в нем нету. Ни серебра, ни золото. Ничего. Данные индикаторы не содержат. Не знаю, был ли там палладий или платина. Но я сомневаюсь. Вот. Потому что если, как бы, справочник здесь точную информацию дал, что ничего, данные индикаторы не содержат. Лучше всего собирать из них какие-нибудь изделия. Часы, датчики и так далее. Вот. Ну вот такой вот ролик, друзья. Считать нам с вами сегодня нечего. Вот. Поэтому можно просто пойти побить чай. Все, кому понравилось, ставим лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайки. Ну а кто нейтрально относится, ставим средние лайки. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА